Как контролировать очаги псориаза? Псориаз – это состояние, которое может серьезно повлиять на качество жизни, вызывая дискомфорт и ограничивая вашу уверенность. Однако с правильным подходом можно контролировать обострение и улучшить состояние кожи. Смотрите видео до конца, чтобы узнать 5 проверенных способов, которые помогут убрать воспаление и значительно улучшить внешний вид кожи. Поехали! Вы замечали, что обострение псориаза обычно происходит зимой или после праздников? Конечно, иногда праздники проходят хорошо. Но вот через полтора месяца псориаз может обостриться. А еще по какой-то причине вместе с осенней меланхолией и псориаз усиливается, что еще сильнее омрачает осень. Да и после того, как псориаз уходит от удачной мази, он почему-то стремительно возвращается, не давая вам передышки. Как будто только и ждал, чтобы вы прекратили использовать эту мазь. У всего этого есть причина. А пока вы делитесь с нами, после чего у вас происходит обострение псориаза, мы расскажем, что с ним делать. Поехали! Псориаз – это аутоиммунное заболевание, которому характерно слишком быстрое созревание клеток кожи. Помимо того, что иммунитет атакует ваш организм, вашу кожу и у вас появляется воспаление, еще при этом клетки кожи созревают в 5-6 раз быстрее своей нормы. Витамин D влияет примерно на 900 генов и участвует где-то в 400 процессах нашего организма. Если по каким-то причинам у человека проблемы с витамином D, тогда на территории России у этого человека будет 0,3% вероятности заболеть псориазом. На сегодня примерно 360 тысяч человек в России болеют псориазом. Ежегодно 65 тысяч больных проводят в общей сложности миллион дней в кожевых диспансерах. Все равно как-то многовато для 0,3% населения. Ну, хотя бы не так плохо, как в Германии, где в 2 раза хуже. Или в Америке, где ситуация в 4 раза хуже. А в Израиле так вообще почти в 10 раз хуже, чем в России. Одни из задач витамина D – это регулировать активность иммунитета, следить за корректным созреванием клеток тела. Как ни странно, с расположением звезд или полетом нашей планеты сквозь безграничные просторы космоса, обострение псориаза никак не связано. Да, вам говорят, что осенью и зимой вы получаете от солнца меньше витамина D. Но так ли это важно? Если бы все было настолько просто, никто бы тогда не остановил вас от покупки витамина D. Просто принимай его и не будет никакого обострения. Так никто не делает. Потому что это почти никому не помогает. Для начала надо бы начать с солнца. Он же первый способ. Витамин D синтезируется на коже. Когда солнечный свет попадает на кожу, ультрафиолетовый спектр взаимодействует с выделениями сальных желез. У вас есть потовые и сальные железы. Из сальных желез вырабатывается своего рода жирная смазка для кожи. Она как один из защитных барьеров кожи, который ее, ко всему прочему, защищает от сухости. Солнечный свет нужно рассматривать как спектр волн. У каждого вида света и излучения есть своя длина волны, которая измеряется в нанометрах. Когда сальный секрет из сальных желез облучается ультрафиолетом, в нем синтезируется витамин D и оксид азота. Для того, чтобы синтезировался витамин D, длина волны солнечного света должна быть 280-320 нанометров. А для того, чтобы синтезировать оксид азота, нужна длина волны примерно 315-400 нанометров. Оксид азота расширяет капилляры кожи. По сути, проходы в коже и помогает синтезированному витамину D проникнуть в тело. Дело в том, что этот процесс происходит не сразу. И на него уходит порядка 40 часов для того, чтобы витамин D созрел в выделениях сальных желез, а потом еще и впитался. Для того, чтобы произошла магия поглощения витамина D, нельзя мыть кожу хлорированной водой или моющими средствами. Если соблюсти все условия и довести их до идеала, максимум вы получите 15% отсуточной нормы витамина D. Разве эти 15% настолько критичны? Не знаю. Для того, чтобы получить их, нужно не мыться. А еще вы часто видите людей летом, которые гуляют по улице голышом. Вот и я нет. А значит, все-таки с количеством солнечного света это не особо связано. Организм запасает витамин D. Если вы будете жить в кромешной темноте пару месяцев, вам хватит этих запасов, так как в теле работает именно активированный витамин D, но активируют его почки. Если ваши почки в плачевном состоянии, сколько бы вы его не получали, вам все равно будет не хватать витамина D. Активированный витамин D в организме не более 2% от общего запаса здорового организма. Дело в том, что витамина D очень много в животных жирах, что можно назвать вторым способом. В сале, в курдюке, рыбьем жире или куриной коже находится витамин D2. После того, как еда обработалась кислотой, затем желчью, а затем поджелудочными ферментами, витамин D2 связывает вид белка, который транспортирует витамин D2 в печень. В печень он превращается в D3, а затем опять связывается белком и транспортируется в почки. Там активируется и затем в очередной раз связывается с белком и идет туда, куда надо. При этом идет он по списку приоритета. Например, выработать кортизол значительно важнее, чем следить за созреванием клеток кожи. Кортизол – это противовоспалительный гормон, и если он не попадет в воспаление, тогда это воспаление может стать фатальным. А так как у вас дефицит витамина D или нарушен какой-то из механизмов, тогда клетки кожи потерпят. И все в вашем теле работает таким образом. А теперь представим, что вы кушаете мало животных жиров, или вы не можете их усвоить, или вы кушаете много легкоусваиваемых углеводов и обычного сахара. И это блокирует процесс переваривания жиров. Так еще не просто блокирует, а окисляет его, делая этот жир ядовитым и канцерогенным. Что тогда? У вас не будет хватать всех витаминов и незаменимых жирных кислот, которые необходимы для вашей кожи, чтобы у вас не было псориаза. Но осеннюю депрессию никто не отменял. Так в чем же дело? Гормоны. Есть одна очень правдоподобная гипотеза, которая поможет нам понять про третий способ. Солнечный свет, помимо всего остального, состоит еще из волны инфракрасного света. Инфракрасный спектр солнечного света напрямую провоцирует выработку мелатонина, серотонина и дофамина. Эти три гормона еще называют гормоны счастья. Когда у вас дефицит гормона счастья, некоторые процессы в организме угнетаются, и телу приходится работать, тратя на поддержание своей деятельности, больше витаминов, аминокислот и других питательных веществ. Это более приоритетный процесс, поэтому такие вещества не доходят в достатке до клеток кожи, и происходит обострение псориаза. Да, настроить гормональную систему своего организма – это крайне важно, но тем не менее не быстрая задача. Но что же делать, если вы очень хотите избавиться от проявлений псориаза на своей коже уже сейчас? Есть средства, которые дают моментальный результат и облегчение состояния кожи без изменения привычного образа жизни, которые убирают все симптомы псориаза и не вызывают привыкания и синдрома отмены, как гормональные средства. Формула крема не содержит гормоны, а только натуральные и необходимые питательные вещества, которых так сильно не хватает клеткам кожи с псориазом. Средство называется Псоникан. Закажите его по ссылке в описании к этому видео. Также по этой ссылке вы можете рассчитать срок лечения вашего индивидуального случая псориаза. А мы продолжаем разбираться в том, как контролировать очаги псориаза дальше. Допустим, с витамином D погода и солнцем разобрались. Но у нас есть еще и праздники, где мы и найдем пятый способ. Допустим, вы следите за своим здоровьем и не кушаете даже новогодний торт. Вы не пьете под звон курантов шампанское и вроде как кушаете исключительно хорошую, полезную, правильную еду. Ну, может, не совсем полезная, и что-то иной раз себе позволяете. Ну, совсем немножечко. И что, теперь питаться только пресной сухой пищей? Как я раньше говорил, дело не столько в обычном сахаре, сколько в скрытом сахаре. В цельнозерновых продуктах, в крупах и крахмалосодержащих овощах. Содержится скрытый сахар и называется он крахмал. Здоровое питание – это питание, которое не провоцирует дисбаланс гормонов. Когда в ваш организм попадает к крахмал и сахар, они сначала гасят кислотность в желудке, что мешает переваривать белок. Вы не получаете аминокислот из мяса, но это не самое страшное. Крахмал, который является сложным сахаром, и вообще любой сложный сахар, даже фруктоза, направляется в печень, чтобы там превратиться в глюкозу. В итоге вы все равно получаете глюкозу. Всю эту полученную глюкозу вы все равно не сможете использовать, потому что организму достаточно чайной ложки сахара на все количество крови. Поэтому вам приходится нейтрализовывать глюкозу. Для этого ваша поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин. Инсулин – очень доминантный гормон, и его излишки подавляют огромное количество других гормонов, что нарушает работу организма и приводит к псориазу. При этом продукты распада сложных сахаров разрушают печень, и в итоге вы получаете обострение после праздников. Не обязательно сразу, может пройти месяц-полтора. А еще? Ну какое застолье обходится без майонеза? Магазины майонез – это эмульсии яиц и растительного масла. То есть берутся желтки, вниз льется масло, и параллельно масло взбивается. Тот, что в магазине, содержит в основном порошок желтков – самое дешевое растительное масло, стабилизаторы и консерванты. Да, те самые ешечки. Ешечки, которые, ко всему прочему, разрушают вашу кишечную флору и убивают полезные бактерии. Если вы дома повторите процесс из элитных яиц и элитного растительного масла, вы получите айоли. Очень красиво звучит. Дорого, богато. Особенно, если приготовить на перепелиных яйцах и дорогущем оливковом масле. Но вот этот айоли, он же майонез, тоже будет очень вредным, особенно при псориазе. Однако, если приготовить голландес, по сути тот же майонез, с тем же процессом, но использовать топленое сливочное масло, вот этот майонез не вызовет у вас псориаза или его обострение. Причина не в майонезе, а в том, какое масло используется для его приготовления. В пятом способе я вам скажу, что любое растительное масло для организма – огромный стресс. Растительное масло вызывает воспаление и очень сильно нагружает печень. В растительном масле зашкаливает омега-6. Ее излишки вызывают воспаление в организме, вызывают обострение псориаза и буквально убивают вашу печень. Тяжело сказать, такой же это урон, как от алкоголя или нет, но и то, и другое яд для печени. В дешевых маслах, как рапсовое, арахисовое, виноградное или подсолнечное, в них омега-6 в несколько раз больше, чем в самых дорогих оливковых маслах. Но даже оливковое масло разрушает вашу печень. Ну, а то, что они полезные, считайте затянувшейся пропагандой Америки 60-х и 70-х, где даже маргарин пытались впихнуть доверчивому клиенту. А в качестве бонусного способа я расскажу о самом большом разочаровании для вас. Им станут мази из вазелина, нафталана, солидола или просто эти сами чистые компоненты. Признайтесь нам в комментариях, кто использовал или даже сейчас используют эти мази. Мы посмотрим, насколько все плохо. У подобных мазей есть плюсы и минусы. Плюс в том, что кожа становится эластичной и корочка уходит. Остается только багровое пятно на месте, где у вас совсем недавно была корка псориаза. В кровати больше нет столько чешуи кожи, пол не нужно так часто пылесосить, пятна не трескаются и не кровоточат. Это очень значительный плюс, и мы понимаем, почему вы используете эти мази. Есть только маленький минус. Вазелин, нафталан и солидол сушат кожу. Эти вещества отталкивают воду. Вазелин вообще нашел свое первое применение в медицине как средство для обработки ран. В полевых условиях ранения лучше заживали, меньше мокли и меньше заражались. Военные знают, что нельзя давать ране мокнуть, иначе она начнет загнивать. С последствием этого минуса мы все же знакомы. Врачи вас заставляют даже после водных процедур обрабатывать увлажняющим средством пятна псориаза, чтобы они не сохли. То есть даже от воды кожа сохнет. А теперь представьте, насколько сильнее работает вазелин, нафталан и солидол в составе кремов и мазей. Да и далеко ходить не нужно. Вы сами можете проверить это, просто отменив использование таких мазей. Раньше вы могли подумать, что это обострение псориаза, но теперь вы знаете, что это последствия применения таких веществ. Ну или еще это можно назвать синдромом отмены. Следуйте рекомендациям из этого видео. А чтобы снять проявления на коже, обязательно воспользуйтесь кремом Псоникан. А также смотрите эти видео.